В районе завода «Промсвязь» может появиться заправка. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но». Появиться заправочная станция должна на том месте, где сейчас растут деревья. А значит, еще одной зеленой зоной в нашем городе станет меньше. У завода «Промсвязь» мэрия планирует организовать заправку. Ну, вроде ничего такого выдающегося, подумаешь. Обычная заправочная станция, как и в городе, множество. Но в этом-то все и дело. Что в этом же самом районе завода «Промсвязь» на улице Комарова, между Люздорской дорогой и проспектом Небесной сотни, уже имеется семь заправок. Причем ситуация очень еще серьезно связана с тем, что это такой район, в котором находится учреждение украинского товариства слепых, УТОС. И там очень немало людей, у которых есть проблемы со зрением, есть слабовидящие, есть люди, которые вообще практически потеряли зрение. И для них, конечно, допустим, уничтожение вот этой, условно говоря, пешеходной такой зоны, по которой они могли перемещаться до Маршала Жукова и так далее. Там и так есть свои проблемы определенные с покрытием, но в любом случае там, по крайней мере, это был сплошной тротуар. А теперь, допустим, у нас одна заправка у городов на авто, теперь появится еще одна заправка. И, конечно же, вот если, ну, не дай Господь Бог, представить себе, как человек маловидящий или вообще, у которого отсутствие зрения, ему нужно будет вот пройти по этому тротуару, который будет испещён сплошными заправками, вот этими переходами, спусками, тротуарами, я даже не представляю. Наша мэрия идёт на рекорд. Появление восьмой заправки в этом районе, это выходит даже за рамки приличия, не говоря уже о том, что в угоду коммерческим структурам городские власти готовы пожертвовать ещё одной зелёной зоны. Впрочем, деревьев этим господам не жалко, потому что на самом деле слово «зелень» у них ассоциируется исключительно с тем, что можно положить собственный бездонный карман с зелёными купюрами, а вовсе не с качеством воздуха и какой-то там невидимой глазу экологии. Меньше деревьев, больше заправок. Как говорится, дышите глубже, вы в Одессе. Те решения, которые принимает исполнительный комитет, это, конечно, никуда не годится. Почему? Потому что вся ситуация вокруг принятия детального плана территории, она была исключительно касательно неразвития этой территории, по сути дела, которая действительно требует достаточно серьёзного благоустройства, а только исключительно для того, чтобы на месте небольшой какой-то будочки вставить такую достаточно немаленькую газовую заправку, заправку ока. И на сегодняшний момент однозначно те деревья, которые там растут, они будут полностью вырублены. Рассказы о том, что их где-то посадят и так далее, но это всё уже мы помним, мы знаем, как у нас в некоторых санаториях вырубают деревья, потом нигде их никто не высаживает. Действительно, о чём можно говорить, если в представленных документах зелёная зона уже не зелёного, а серого цвета. А значит, по документам здесь никаких деревьев нет. Речь идёт об автозаправочном комплексе на 200 заправок в сутки с пунктом сервисного обслуживания водителей и пассажиров. И не беда, что вырубка зелёных насаждений и без того в загазованном до нельзя городе как минимум повлечёт за собой экологическую катастрофу. Городской власти плевать на всё, кроме собственных интересов. И потому проект решения по ДПТ территории с вопросом о выделении земли под газовую заправку будет вынесен уже на ближайшую сессию. Господинный комитет уже принял. Это детальный план территории. Собственно говоря, этот детальный план территории уже отображает наличие этой заправки на 200 заправок в сутки. В сутки. Причём это заправка с автомойкой. Достаточно большая инфраструктурная такая заправка. Плюс ещё для того, чтобы уже начата была реконструкция либо строительство этой заправки, должны ещё решиться вопросы по земле. Я знаю, что там был вопрос чуть ли не в 80 сотках, но уже, скажем, был разговор о том, чтобы уменьшить этот земельный участок. Почему? Потому что это, скажем, ну это уже непонятно, где эти 80 соток. 80 соток это практически гектар земли, это достаточно много. И зачем, собственно говоря, для организации заправки нужно 80 соток, никто не понял. И никого в нашей замечательной мэрии не смущает, что разработчики проекта ДПТ, как бы это так сказать помягче, несколько вольно обошлись с планом зонирования территории, поскольку по зонингу здесь предусмотрена сплошная зелёная зона вдоль фасада промсвязи. Однако в проекте её обрезали, чтобы разместить новое ЗС. Нарушение закона, говорите, плевать. Пока в мэрии сидят люди, которым, что называется, закон не писан. Страшно только, что страдать от этих господ приходится простым одесситы, у которых украли практически всё, даже чистый воздух.